Всем привет! На связи снова Аина, и это наш с вами третий урок. Посвящен он будет глаголам. Вначале мы познакомимся со спряжением глаголов в настоящем времени, а во второй части урока вы увидите и услышите список самых необходимых и каждодневных глаголов для начального уровня. Это те самые глаголы, которые мы слышим и проговариваем почти каждый день в любом языке. Но для начала посмотрим, что интересного у нас происходит со спряжением. И для этого нам нужно будет познакомиться с двумя понятиями. Инфинитив, он же неопределенная форма глагола, именно она и указывается в словарях. Отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?». В общем, глагол как он есть, без изменений. И совершенно новое для вас понятие «дестам», он же корень глагола. Совпадает он с формой первого лица единственного числа, она же «ик форм», «я форма». Почему она важна? Потому что именно с ней мы и работаем в настоящем времени и добавляем к ней окончания, если это необходимо. Вообще, как найти «стам» глагола? Сейчас на нашем слайде вы видите глагол «дэнкен», «думать». Он находится в инфинитиве. И чтобы понять, какой у него корень, мы просто убираем окончание «ен». Все, что остается, и есть та форма, с которой мы обычно и работаем. Чаще всего голландские глаголы имеют окончание «ен» и намного реже окончание «н». Давайте теперь посмотрим два других глагола уже в спряжении. «Kopen». «Ik koop», «jij je koopt», «u koopt», «u koopt», «hij koopt», «zij ze koopt», «wij we kopen», «jullie kopen», «zij ze koopt», «zitten». Ik zit, ik zit, jij je zit, u zit, hij zit, zij ze zit, hij zit, zij ze zit, het zit, wij we zitten, jullie zitten, zij ze zitten. КОПЕН Ну а теперь, как все это быстрее запомнить. Смотрите, я-форма – это глагол без окончания. Ты, вы, он, она, оно – корню добавляем «т». Множественное число «мы», «вы», «они» можно не учить. Это просто инфинитив глагола. Кстати, если корень глагола оканчивается на «т», вторую «т» добавлять уже не нужно. Также вы, наверное, задаетесь вопросом, откуда у нас взялась вторая буква «о». И КОП, хотя в инфинитиве была всего одна, это правило открытого и закрытого слогов. При изменении слова нам нужно сохранить долготу гласного звука. Мы поделим КОПЕН по слогам, получается КОПЕН. Когда мы спрягаем этот глагол, окончание «ен» уходит, и буква «п» прилипает к первому слогу и закрывает его. Поэтому необходимо продублировать эту гласную. А на следующем слайде вы увидите пять глаголов, которые состоят из одного слога и заканчиваются на «ен». Логика вспоряжений здесь такая же. Вы просто убираете окончание «ен» и дальше спрягаете глагол по правилам. Если требуется, остановите презентацию и ознакомьтесь с их споряжением самостоятельно. А мы двигаемся дальше. Теперь, как я и обещала, вы прослушаете список самых нужных глаголов. В идеале попробуйте проспрягать каждый из них. Выйдет у вас порядка пяти-шести страниц, но это того стоит. В описании к видео я оставлю ссылку, где вы можете проверить споряжение. Откроем, баком, beginnen, begрепен, bellен, bezoек, blijven, botsен, breken, brengen, denken, doen, drinken, eten, fietsen, gaan, geloven, geven. Hangen, haten, hebben, helpen, horen, houden, kennen, kiezen, kijken, kijken, kijken naar, koken, komen, kopen, krijgen, lachen, laten, leggen, leren, lezen, liegen. Luisteren, maken, maken, moeten, nemen, noemen, praten, reizen, rennen, schrijven, slapen, sluiten, spelen, spreken, staan, stoppen, studeren. Vergeten, vergeten, verhuizen, verkopen, verliezen, vertellen, vertrekken, vinden, vliegen, vragen. Wachten, wachten, wachten op, wandelen, wassen, werken, weten, winkelen, wonen, worden, zeggen, zetten, zien, zijn, zingen, zitten, zoeken, zwemmen. Antwoorden, bakken, beginnen, begrijpen, bellen, bezoeken, blijven, botsen, breken, brengen, denken, doen, drinken, eten, fietsen, gaan, geloven, geven. Hangen, haten, hangen, haten, hebben, helpen, horen, houden, kennen, kiezen, kijken, 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 koken, komen, kopen, krijgen, lachen, laten, leggen, leren, lezen, liegen, liggen, luisteren, maken, moeten. Nemen, noemen, praten, reizen, rennen, schrijven, slapen, sluiten, spelen, spreken, staan, stoppen, studeren, vergeten, verhuizen, verkopen, verliezen, vertellen, vertrekken, vinden, vliegen, vragen, wachten op, wandelen, wassen, werken, weten, winkelen, wonen, worden, zeggen, zetten, zien, zijn, zingen, zitten, zoeken, zwemmen. Ik praat, jij zegt, hij denkt, Zij neemt, het kost, zij neemt, het kost, wij verkopen, jullie wandelen, zij vragen, jij reist, hij schrijft, zij luistert, ik breng. Ik praat, jij zegt, hij denkt, zij neemt, het kost, wij verkopen, jullie wandelen, zij vragen, jij reist, hij schrijft, zij luistert, ik breng.